Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня разговорился с международным гроссмейстером Евгением Кондращенко. Слово за слово и договорились сыграть товарищеский матч в классические русские шашки с жеребьевкой первого полухода. То есть будет жеребьевка только первого хода белых. Всего будет 14 партий, сыграем все возможные вариации в русских шашках АБ4, СБ4, СД4, ЕД4, ЕФ4, ЖФ4 и ЖХ4. И белым и черным цветом через месяц, где-то в начале июля. Ну и Евгений пообещал меня выиграть минимум плюс 6 у него будет. Я, честно говоря, сомневаюсь. Скажу почему. Сегодня сыграл с компьютерной программой Тоша матч и из 14 партий проиграл только 4. Остальные удалось завершить в ничью. Ну и одну из партий хочу вам сегодня показать. Значит, первый ход был же А4 обязательно, жеребьевка, и Тоша начинает чудить. ДЕ5. Не самый сильнейший ход, так скажем. Я играю ФЖ3. Ну и черным надо играть БЦ5. Черный занимает центр, но он рыхлый. И у белых большие шансы на выигрыш в этом дебюте. Белая играет ЕФ4. И вот здесь ЕД6 уже проигрывает. Согласно анализам узбекского международного гроссмейстера Маркела Фазылова, чемпиона СССР, кстати. А правильно играет СД6. Ну давайте рассмотрим ход ЕД6. Он уже ставит черных на грань поражения. Мы играем СБ4. Ну и в этой позиции черным надо играть АБ6. То есть они хотят сыграть ФЖ5 и произвести размен 2 до 2. Белые, естественно, этому препятствуют. И играют ДЕ3. Ну и здесь есть три хода. СД4, ЕД4 и БА7. Давайте рассмотрим их все. СД4 быстро проигрывает из-за несложной комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют СД2. Производят размен 2 на 2. И затем выигрывают сразу же две шашки. То есть выяснили. Ход БА5 проигрывает. Ход ЕД4 также проигрывает. Согласно анализам гроссмейстера Маркела Фазылова. Играем БА5. Ну и черным надо строить упоры для разменов. То есть они играют ФЕ7. И на ход БЦ3 играют БА7. Белые играют СБ4 полностью. Связали, видите, правый фланг черных. И черным надо меняться ФЖ5. Но ФЕ5 уйдет примерно к тому же. Тогда играем АБ2. И черные здесь максимально сопротивляются. Играют СД4, вываливаются в центр. И для победы белым надо приведить вот такой нестандартный прием. Играем АБ2, БЦ3, затем БЦ5. И бьем именно две шашки на поле Б8. То есть если черные поставят дамку, мы побьем вперед. И за счет лишних шашек постепенно выиграем это окончание. Поэтому черные максимально сопротивляются. Играют БЦ3. Тогда мы здесь проводим вот такую нестандартную жертву АБ6. И нападаем сразу же на четыре шашки соперника. Ну и как можете сами убедиться, черным остается только сдаться. И наконец последний ход, возможный в этой позиции БА7. Тогда играем БА5. И на ход ФЕ7 черные, видите, ощетинились ударными колоннами. Играем СД2. Здесь уже приходится играть ЕД4. И мы сыграем ЖФ2. Черные играют ФЕ5. Это партия фазылов из хаков 1985 года. И белые здесь уже проводят другой план. Они полностью зажимаются, играют ДЦ3. И на ход ЖФ6 играют СБ4. То есть колонны колоннами, но у белых здесь, друзья, выиграно. Ну и на последний ход, АЖ7 черных, мы меняемся вперед именно. Видите, нельзя меняться ЕД4 из-за несложного удара. Отдали две, забрали две. Затем забрали четыре. Ну и черным остается только сдаться. Поэтому черные максимально сопротивляются. Меняются СД4. Кажется, что ничья не за горами. Несмотря на связку левого фланга черных. Они играют АБ6 и грозят напасть на шашку Б4. Ход СБ2 вынуждены. Затем они играют БЦ5. Надо закрываться. И вываливаются в центр. СД4. Кажется, что дела белых плохи. Кажется, что остается только сдаться. Но на самом деле здесь выигрыш у белых. Жертвуем шашку. И затем разбиваем поле Д6. И проходим в дамки на поле Б8. Ну и эта позиция выиграна. Здесь есть два варианта. Если черные просто ставят дамку на Ж1. Тогда бьем назад. И видите, черные проигрывают неизбежно. То есть как бы они ни играли дамкой по нижнему двойнику. Жертвуем шашку. Загоняем их обратно на поле Ж1. И затем играем Б7. То есть на любой ход. Ход СД4 неизбежный. И белые постепенно выигрывают. Черные это увидели и сыграли ФЕ5. То есть они хотят провести комбинацию. Тогда бьем вперед на С5. И видите, снова дамку ставить бесполезно. Потому что белые бьют на Ф4. Ну и после того, как черные бьют дамкой, отдаем шашку и дамку. И так же легко выигрываем. Тут никаких проблем. Черные так же это увидели и сыграли ЖФ6. И провели такой мини удар. ФЖ5. И побили шашку и дамку белых. Но у белых здесь тоже выигрыш. Они играют СД6. Ну и после того, как черные бьют шашку, просто идут в дамки. И видите, бесполезно играть ЕФ2. Потому что черные не успевают пройти в дамки. Жертвуем шашку, отбрасываем черных и обрезаем их по двойнику. С несложным выигрышем. Как было в партии Фазылова-Понтаке 1985 года. То есть это все анализы Маркела-Фазылова. Я это знал и поэтому сыграл ЕФ4. Компьютер, естественно, правильно отвечает СД6. Единственный ход. И здесь начинается игра. Играют СБ4. Надо черным вываливаться СД4. Единственный ход. Все остальное плохо. И мы меняемся. БЦ3. Здесь есть два варианта. Также вариант, указанный Маркелом-Фазыловым. Допустим, АБ6. Если черные играют, тогда нападаем Б5. Ну и после того, как черные отходят БЦ5, играем СБ4. Черные играют БЦ7. И ставят прикольную ловушку для белых. То есть проигрывает ход ЖФ2 из-за комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш уже за черных. Разверну, чтобы вам было удобнее смотреть. И черные красиво выигрывают с помощью комбинации. Отдаем одну шашку. СЖ5. Затем меняемся назад. И отдаем еще две шашки. Построили под ударную цепь. И затем наносим свой финальный удар. СЖ5. И черные прорываются в дамки. И празднуют победу. Вот такой красивый выигрыш. Ну, если белые знают эту комбинацию. Тогда после хода БЦ7. Они могут правильно сыграть СБ2. Лучший ход. Ну и теперь, если черные меняются. СБ6. Лучше всего побить Ф на Д6 белым. Ну, после размены ФЖ5. Еще лучше всего на С5 побить. Партия постепенно приходит к ничьей. Позиция равная. Ну, компьютер решил сыграть по-другому в этой позиции. Он сыграл ДЦ5. Также возможный ход. Я бью, естественно, Ф на Д6. Ну и после размены ФЖ5. Возникает позиция с небольшим, но устойчивым преимуществом у белых. Лучше всего побить на С5. Компьютер так и побил. Ну и после хода ЖФ4. Черные подтягивают свои шашки ближе к центру. СД6. Я развиваю отсталую шашку. Х2. Играя от Ж3. Черные также развивают свою отсталую шашку. Х8. Играя от АЖ7. Далее. ЖХ4. ЖФ6. ДЕ3. И здесь компьютер сыграл ДЕ7. Я строил колонны. Играю от СД2. Ну и после хода АБ6. Мне как-то уже позиция моя перестала нравиться. Я подумал, что черные как-то постепенно перехватывают преимущество. На самом деле ничего подобного. Преимущество у белых. Я играю правильно СД4. Ну и после размена БА5 играю ДЦ3. Компьютер показывает, что это сильнейшие ходы. Он играет СБ6. Ну и после хода ЕД2 уже играет ФЕ5. Здесь партия я ошибся. Правильно было играть в этой позиции ЖХ2. Также преимущество сохранялось. И здесь возможен прикольный вариант. Найденный с помощью компьютерной программы ТОШ. Смотрите. Черная игра от БА5. Мы играем ЕД4. С идеей разменяться на поле С5. Либо атаковать ходом ДЕ5. Черная игра от БЦ7. И не дают разменяться ДЦ5. Из-за простого нападения СД6. Но здесь мне размениваться и не надо. Я играю ДЕ5. Если теперь черные меняются назад. У них какая-то пассивная позиция. Поэтому скорее всего они сыграют ФЖ7. Не меняясь назад. Тогда играем ДЕ3. Снова не хочется меняться СБ6. Поэтому черные могут разменяться назад. ЖФ6. Таким образом. Вроде кажется абсолютно равная позиция. Но это не так. Играем СЖ5. Активизируем бортовую шашку. И грозим постоянно сыграть ЖФ6. На ходы ДЦ5 или СБ6. И выиграть эту позицию. Можете убедиться в этом сами. Поэтому у черных единственный ход. ФЖ7. Тогда нападаем. Ж6. Приходится отходить. Снова единственный ход. У черных. И играем АБ4. Очень прикольная позиция, друзья. Здесь красиво проигрывает ход черных ФЕ5. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти очень красивый выигрыш за белых. Для выигрыша белым надо поставить присоску. БЦ5. Ошеломляющий ход. И куда бы черные не побили. Белые легко побеждают. Ну не легко. Но побеждают. Да. Если они бьют две шашки. Тогда бьем в дамке на поле Б8. И затем бьем на поле Ж3. Ну и объясняется, что позиция проигранная за черных. То есть на любой ход. Допустим АБ4. Можно конечно напасть в поле Е1. И затем занять поле С3. Но можно выиграть более красиво. Играем на Е5. Ну и после вынужденной жертвы ЕД6. И хода БЦ3. Выигрываем с помощью так называемого распутия. Ставим дамку на Ф4. Ну и после хода СБ2 играем ФЕ5. Ну и как можете убедиться сами. Черным некуда ставить дамку. То есть если они ставят дамку на А1. То возникает так называемый столбняк. Черным некуда ходить. Если черные ставят дамку на С1. То после хода Е4. Белые ее тут же ловят. И красиво побеждают. Так. Разобрали первый ход. Если черные бьют две шашки. Если черные бьют в этой позиции одну шашку. Тогда скромно заходим в люпки. Ну и у черных единственный ход. ЖХ2. Правильно побить только на поле Ф6. Но видите здесь дамку черным ставить нельзя. После постановки дамки белые легко побеждают. То есть играют АЖ7. Затем ЖХ8. Ну и затем обрезают шашку черных. Ход похода в дамке по большой дороге. С выигрышем. Так. Если черные в этой позиции играют ДЦ5. Тогда уже играем АЖ7. Снова нельзя ставить дамку. Из-за хода ЖХ8. Поэтому черным приходится играть СБ4. Тогда отходим СД4. Ну и после хода Б3. Играем ДЦ5. Теперь черным уже надо ставить дамку. Тогда жертвуем одну из шашек. ЕФ4 играем. И отходим дамкой на поле А1. Затем проводим все три шашки в дамке. И возникает окончание три дамки против дамки и двух шашек соперника. Я его подробно разбирал. Так что кто не знает как выигрывать в данной позиции. Подсказку оставлю в верхнем правом углу. Так. Разобрали. А как правильно играть было черным в этой позиции? Правильно играть было только СБ6. Теперь на ход ЕД4. ФЖ5 слабо играть из-за ФЕ5 и АЖ7. И там у черных тоже проблемы будут. Поэтому здесь проще всего разменяться. БЦ5. Ну и на ход ЕД4 уже черные атакуют. Они играют ФЖ5. И белым надо проведить удар по затылку. То есть ДЕ5 и ЕФ6. Ну и партия быстро заканчивается ничей. Например, СБ6, БА5 напали. Надо отходить. ДЦ3, ДЕ5. Жертвуем шашку. Ну и обе стороны благополучно проходят дамки. С ничьей. Такие красивые варианты были в этой позиции. Я же в этой позиции сыграл не ЖЖ2 правильно, а сыграл СБ4. Этот ход уже выпускает преимущество белых. Черные играют ДЕ5. Точный ход. Ну и на размен БЦ5, как было в партии, они играют БЦ7. Здесь я уже почувствовал себя неуютно. Черные грозят разменяться ЕД6 и захватить большое преимущество. Но оказывается, ничья еще в этой позиции есть. ДЦ3, ЕД6. Я играю АБ4. Инстинктивно нащупываю ничью. Ну и на ход СБ6 играю Б5. Черные играют БЦ5. И на ход ФЕ3 играют АЖ5. В этой позиции я уже находясь в цикноте, не нашел ничью. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за белых. Она еще есть. Ну и довольно-таки несложная. Правильно было играть АБ6 и затем нападать ЕД4. Надо отходить ФЕ5. Заходим в любки ДЕ5. Ну и после хода ДЦ5 партия постепенно завершается ничьей. Ничего интересного нет. Я же в партии ошибся и пожертвовал ЕД4. Тоже важная позиция возникает. Ну и после хода АБ6 выясняется, что черные выигрывают. То есть можно сыграть или ЖФ4, или ЖХ4, как было в партии. Ну и на ход БА7 черные играют АЖ3. То есть видите, дамку ставить бесполезно, потому что черные ее тут же поймают ходом ЕФ4. Поэтому мне приходится играть СБ4. За черные играют ЕД2. Снова не давая поставить дамку из-за ЕФ4. Мне приходится играть Б5. Когда компьютер ставит дамку на С1, опять нельзя ставить дамку. Приходится играть АБ6 в последний ход. Ну и тут у черных легкий выигрыш. Они могут разменяться таким образом. Надо ставить дамку. И затем черные играют АЖ5. Бесполезно играть БА7, потому что черные сыграют дамкой на Д8 и вообще зажмут шашку белых А7. Дамка погибнет, белые проиграют. Поэтому приходится играть БЦ7. Ну и в ответ на нападение дамкой единственный ход БА7. Черные бьют на Б8. Ну и побеждают с помощью треугольника Петрова. Вот такая интересная партия. Друзья, в начале июля сыграем с международным гроссмейстером Евгением Кондраченко матч. Так что ждите. Будет, я думаю, интересно. Ну и попытайтесь предсказать все-таки счет матча. Евгений предсказал, что будет как минимум плюс 6 в его пользу. Я думаю, что разница будет минимальная. Друзья, до свидания. Если понравилось видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры сделал DimaTorzok